Госсекретарь США Джон Керри пытается заручиться поддержкой своей инициативы по мирному регулированию на Ближнем Востоке в Иордании и Саудовской Аравии. Там он побывал в воскресенье, обсудив с руководством этих стран ход палестино-израильских переговоров. Ранее главный американский дипломат провел серию встреч в Израиле и на западном берегу реки Иордан с главой палестинской национальной администрации Махмудом Абасом и израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. По словам Керри, израильтяне и палестинцы достигают прогресса в продвижении к заключению рамочного соглашения, но предстоит еще много работы. Как сообщил госсекретарь, его нынешний визит в регион, ставший 10 марта прошлого года, позволил снять противоречия по ряду вопросов, что открыло новые возможности для решения других проблем. А они остаются. Так израильский премьер сомневается в готовности палестинцев к заключению исторического мирного соглашения. Палестинцы продолжают сопротивляться, в первую очередь признанию еврейского государства, полностью отрицая наше право быть здесь, и все, что мы видим, идет от этого отравленного корня. Есть также много других вещей, но это фундаментальная проблема. Инициативы Керри призваны обозначить основные ориентиры будущего мирного договора по вопросам окончательного статуса урегулирования, а также дать возможность предметно продолжать переговоры еще более года. Нынешний этап, рассчитанный на 9 месяцев, завершается в конце апреля. Продолжение следует...